Мемориал заслуженных тренеров России по боксу прошел в Самаре. За медали сражались спортсмены от 11 до 17 лет. Кроме заслуженных наград, призеры и чемпионы получали спортивные звания. На Самарском ринге не только сильный пол. Уже несколько лет девочки уверенно сохраняют за собой место в Самарском боксе. Успехи очевидно, рассказал старший тренер сборной региона. Только в этом году на их счету по итогам первенства страны три бронзовые медали. Призеры попали в национальную команду России и будут выступать на международных турнирах. Восемь спортсменок во втором составе. Как ни странно, девушки у нас более, так скажем, работоспособные, наверное, чем парни. И молодежь стремится к этому, видит. И тем более, когда они видят, что они возобладают над мужчинами. Это же, знаете, чисто женская. Если она может сделать лучше, чем мужик, они еще больше стараются. И это, видно, их мотивирует. Областной турнир по боксу собрал в спортзале «Локомотивы» не только молодежь. Почтить память уважаемых тренеров. Быстрова, Дараева, Клещева и Морщинина приехали их ученики. Сегодня они успешные бизнесмены, политики и общественные деятели. Сергей Павлов уже не первый год возглавляет городскую федерацию бокса. Каждый из них, ну это как шедевр, что ли. Знаете, как вот, бывает есть художник такой, художник такой. Вот каждый из них свою картину рисовал в боксе. И вот сегодня, да, я в прошлом году решил, что в честь таких, ну, выдающихся людей нужно организовать турнир. Помогает провести на достойном уровне мемориал заслуженных тренеров России по боксу городской департамент спорта. «Наши боксеры, наша федерация, они стараются поддерживать традиции. Это на самом деле важно, почетно и воспитывает правильный и хороший дух наших спортсменов. И я надеюсь, что традиции, я не надеюсь, я уверен, что традиции передаются правильно и растят правильное поколение настоящих спортсменов и великих мастеров в будущем». Пока за медали сражаются подростки и юноши со всей Самарской области, в будущем организаторы планируют приглашать на соревнования взрослых боксеров и сделать турнир мастерским. То есть победители будут получать звание, как минимум, кандидатов в мастера спорта. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.